сейчас мы будем чаевничать это зеленый чай который мне подарили на день рождения он с корицей и с какой-то травкой по моему с мятой что ли очень вкусный кстати это впервые такое брала именно с белым шоколадом и с клубничным соусом обычно им такие шоколадные продаются ореховые шоколадные вот а вот этот наборчик я не помню в каком магазине а гламарт по моему гламарт называется да коломар называется этот наборчик я там брала и очень классно вообще сочетается плюс еще еще один плюс белой квартиры в том что с ней сочетается абсолютно все практически оттенки и розовые вообще как нельзя кстати красивенькая все и вкусненькая там на угле хождения был мальчишка кирюшка и это сын моей подруги и он мне приносил вот такие вот цветочки постоянно мне все время что мы там были он носил не различного рода цветочки тут и полынь тут и календула по моему календула если я не ошибаюсь такой цветочек и репейник вот такой вот вот и у нас и не эти цветы и меня рука не поднимается их выкинуть поэтому я сейчас обязательно их сушить даже не буду засушивать я их заварю в чай и буду пить чай потому что в них куда вложена определенная энергетика я очень верю вообще во все эти вещи энергия людей и растений жилища для меня имеет вообще колоссальное значение я все это верю и поэтому тут вот любовь которую мне подарила я сейчас трансформирую в чай чтобы они не просто так были выкинуты чтобы положить это в эликсир эликсир в зелье мы сейчас будем варить зелье вы просите что без темала что покупая из продуктов тут капитон которому не режет не разрешая на стол залазить но все равно он не может привыкнуть что это что не для ходьбы мазь вот смотрите макаронки купила какие-то вообще макароны ни разу не ела а это в коробочках нашла в семейном они по акции были поэтому взяла вот мятные какие-то и персик маракуйя по составу посмотрела очень даже неплохие там даже составе есть миндальная мука как это и положено вообще макароны они должны делаться из миндальной муки взяла немножко виноградика зеленого красного не знаю прям так сильно захотелось и прям лежала и мне так хотелось сильно фруктов хотя фрукты очень редко ем а это гранат кисленького чего-нибудь и апельсинчики сейчас мы с вами разложим все это на тарелочку и пойдем провожать солнце посмотрите какая невероятная красота я не могу я каждый день каждый день когда я дома и каждый день провожая солнце это нереальная круть как это красиво господи вообще не могу не могу не могу как мне нравится так что мы сейчас будем кушать фруктики посмотрите какая-то красота это уже после вкусе вообще просто потрясающий закат и я хочу потом инстаграме накидать картинок сейчас калькационирую их и потом я выложу каким-нибудь отдельным постом потому что это должен видеть каждый просто средь невероятной красоты каждый раз они разные то есть нет похожего ни на один если есть облака это всегда сказочно красиво как из каких-то сказок или передачи путешествия сейчас заехала фикс прайс купила вот такую вот штучку давно ее хотела контейнер они кстати подорожали потому что до этого они были 77 рублей а сейчас они вообще стоят 99 рублей получается и очень удобно под ватные диски потому что ну вот я вам показывала уже что у меня ватные диски лежат в этой коробочке здесь она хочу освободить местечко чтобы поставить кое-какие другие здесь продукты тем более я кое-что докупила из faberlic и мне требуется дополнительное место они вообще лежали но вот я их пришлось мне вот так вот выставить их чтобы немножко освободить местечко сейчас я их уберу переложу тот контейнер сначала обязательно его помою вот и переложу туда ватные диски очень удобен здесь видите прорези они вот так вот у вас пачечкой будет вот стоять вы будете вытаскивать ну то есть такой вот удобный контейнер взяла еще средства для снятия лака жидкость для снятия лака он на ацетоне кстати я где-то читала информацию о том что разницы вообще нет никакой как вы пользуетесь каким средством без ацетона либо с ацетоном они все воздействуют не очень хорошо на ногтевую пластину поэтому как бы даже ацетон стирает лучше намного лучше намного лучше стирает но это я вам тоже не могла не показать потому что мы как-то договорились с вами что я буду показывать все покупки которые буду делать для новой квартиры это швабра кстати светофоре она стоит 165 рублей я в светофоре не рекомендую вам брать продукты такие как мясо ну хотя по крайней мере читайте состав там есть такие полезные штуки для квартиры и такая швабра ну вот в ленте я смотрел например стоит ну возможно на более другого как лучшего качества там стоили они около 1000 рублей по моему а это вообще представьте 165 рублей и почему я взяла я вообще люблю полы мыть но не люблю мыть швабры скажем так но взяла лишь только потому что здесь огромная площадь и здесь очень виден мусор на белом ламинате еще от капитона очень много шерсти летит и поэтому мне нужно мыть раз в два дня где-то примерно так как площадь большая на этом около 100 квадратных метров поэтому вот как-то без швабры мне не обойтись собственно говоря ну и сама по себе на удобное потому что там есть отжимная а мне именно нужна та которая буду отжимать сама своими руками потому что здесь у меня ламинат и тряпка должна быть по суше хотя это наверно бы подошла но это хорошо и вот так вот елозить вот так вот как тряпка вы делаете имитируете вот эти движения так что вот это вот самое будет то вы часто спрашиваете что я себе покупаю из продуктов сейчас зашла в недавно открытый магазин магнит у нас здесь прямо около дома я говорю цивилизация за мной идет прям просто по пятам и не успела сюда переехать как тут же вокруг стала появляться цивилизация купила килограмм вот таких вот креветок килограмм стоил всего лишь 300 рублей буду сегодня их жарить в оливковом масле с чесночком и с лимонным соком ананасы были прям с большой огромной скидкой по 55 рублей вот такой вот виноградик тоже стоил что там 79 рублей манго как ни странно были по 40 чем-то рублей это почти дешевле чем я покупала их в индии потому что килограмм манго там стоил 200 рублей но вот этот вот вышел грамм на 300 даже дешевле чем в индии получается семечки иногда хочется чего-нибудь такого погрызть бананчики кстати я фрукты беру крайне редко не знаю почему как-то я сладкое не люблю я в основном люблю больше продукты кисло соленые вот такие вот вешенка это грибочки вешенки их можно и жарить я вообще грибы обожаю их можно и жарить и суп делать я на суп взяла наверное часть из них пожарю а часть из них сделаю супчиком потом это у нас а бананчика я говорила авокадо уже мягкий такой готовый к употреблению можно уже кушать и лимончик это я взяла как креветочка наша и сколько бы я не говорил капитона он все равно продолжает залазить на этот стол не отличает его от вот не пищевого стола и еще хотела вам сказать что я купила ему бедному несчастному жидкий корм но почему-то он оказался у меня остался в магазине вот мне придется спускаться за кормом думала сначала что оплатила забыла в магазине но нет даже в чеке даже в чеке не стоит купленного хотя я закидывала в корзину в в итоге в пакете его не оказалось так что мы сейчас с вами пойдем не с вами я одна пойду заново туда раз уж у меня оказался фотоаппарат на кухне решила вам показать свой завтрак идеи для завтрака и там лет с грибами на этот раз я брала не шампиньоны а вешенки потому что вешенки я покупала специально для супа на не готовится чуть дольше чем шампиньоны но получается не менее вкусно вот и просто залила омлетиком два яйца с молочком с деревенским молочком и авокадо я обожаю авокадо если честно прям вот просто знаете для некоторых кажется что это какой-то вкус травы для меня это немного нежно такой ореховый вкус если вы берете спелый авокадо то есть я когда покупала зеленый авокадо как раз я его и не понимала а когда вы берете спелый авокадо переспевший такое знаете как понять он должен у вас продавливаться ну вот смотрите я как раз желтый внутри он почистила его и вот если вы нажимаете то должен от пальца оставаться след это говорит о том что авокадо спелый если вы будете есть зеленый авокадо вы не поймете его вкус а вот как раз тот который я вам показала он имеет такой вот нежно-сливочно-ореховый аромат и да у меня сегодня еще манга будет жду пока она отогреется немножко после холодильника потому что я не люблю холодную еду и обязательно прогреваю и допустим хлеб если я втаскиваю я его обжариваю на тостере ну и все собственно говоря сейчас мы с вами будем я буду завтракать и кофеёчек мой который я делал в кофеварке вот это вот сверху вы видите видите такие жирненькие пятнышки это у меня домашнее молоко потому что когда его замораживаешь а я обычно от родителей привожу его из заморозки кладу сразу бутылочки маленькие чтобы можно было достать разморозить вот отделяется сметана от молока и получаются вот такие вот капельки растворяется как масло так что приятного мне аппетита